Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Нелеко приходится обычному европейцу, когда с прилавков пропадает вкуснейший и годами жадно потребляемый товар из морей нашей необъятной. А ведь они к нему так привыкли, так полюбили. В общем, 20 тысяч санкций дают о себе знать. В конце 2022 года они запретили импорт российской рыбы. Сначала под запрет попали ментай, лосось, треска, крабы и далее по списку. А в 2023 году под запрет начали попадать и продукты переработки. В конец 2023 и начало 2024 года они хоть как-то выезжали на остатках, особенно в категориях продуктов долгого хранения консервы, заморозка и так далее. И вот в середине этого года вкусные российские продукты закончились и в ход пошли дорогие китайские, индийские, турецкие и американские. Цены вверх, а прибыль вниз. Но это еще не самое плохое, что ожидало европейцев, британцев и американцев. Американская в хитеер Сиафаот – один из крупнейших игроков на рынке на грани банкротства. В Британии вдвое выросла традиционная закуска фишент-чипс, а в Германии готовятся к увольнениям тысячи сотрудников. Немецкий рынок значительно зависит от рыбы из России. «Мы не можем обойтись без сайды и трески», – пояснил директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штефен Майер. Наши отечественные рыбопромышленники в РП, кстати, предупреждали немцев и англосаксов, но те не послушали. Буквально через полгода Marine Fishing International, а также вышеупомянутая американская в хитеер Сиафаот, столкнулись с банкротством. Почему? Потому что выкупали российскую рыбу и поставляли в Европу и Англию. Теперь поставлять в таких объемах не могут, а издержки возросли. Наши пошли еще дальше и разорвали соглашение с Британией о вылове рыбы в нашей акватории. Британцы назвали это «рыбной вой» против Лондона. Немцы тоже очнулись и заявляют «Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Под увольнение могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы полностью потерять нашу отрасль». На самом деле проблема не в том, что нет рыбы, она-то как раз есть. Просто теперь ее везут из Норвегии, Китая, США, Индонезии и Турции. Но она дороже. Поэтому рыбная отрасль той же Германии становится нерентабельной. Раньше-то хорошо было, купил у России рыбы, привез, обработал на своих комбинатах и на прилавке. Дебет с кредитом сходились на ура, а европейцы хлопали в ладоши «Ой, какая у нас дешевая вкусная еда». А теперь затраты на логистику, сырье, рост выплат рабочим и электроэнергию делают невыгодными содержание своих заводов. Понятно, что за год отрасль не рухнет, поэтому Штефен Майер и говорит про три года. Немцы хотели и рыбку съесть, и на известное место запрыгнуть. В конечном итоге запрыгнули, но без рыбы. Ну что ж, бывает. Теперь не обижайтесь. В сети набирает популярность ролик, когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл, на котором поляк ходит по российскому супермаркету вместе со своим ребенком и снимает ролик. Здесь на прилавках много рыбы, и она очень дешево стоит. Затем показывает холодильники с рыбехой и искренне удивляется. Судя по контексту, этот поляк женат на русской и у них общий ребенок, а в магазин они пошли перед началом учебного года. Вот он ходит и снимает. После рыбы они пошли в отдел со сладостями. Посмотри, сколько здесь конфет. Сколько здесь конфет. Если кто-то съест столько конфет, то запросто может получить сахарный дебет. Везде сладости. Последние несколько месяцев президент Казахстана Такаев вынашивал планы по созданию крайне выгодного и дешевого транзитного пути из Азии в Европу по территории России с целью организации легального беспошлиного транспортного коридора, по которому Казахстан планировал поставлять в ЕС свои товары и товары третьих стран. Проще говоря, создать полноценный казахстанский перевалочный хаб со своим беспошлиным транзитным транспортным коридором прямиком через Россию в Евросоюз. Впервые об этом упомянула пресс-служба Такаева в конце прошлого года, а уже в этом году началось активное лобби. Если Казахстан хочет что-то продать или что-то купить в Евросоюзе, то он доставляет эти товары железной дорогой через территорию России. За это Астана платит экспортные пошлины в российский бюджет. Обычная практика. Так работают по всему миру. Но косым же Март Кемелевич Такаев известный многостолец. Используя свое положение в Евразийском экономическом союзе макроэкономическая зона России он начал лоббировать, чтобы Россия при казахстанском транзите перестала взимать экспортные пошлины и установила для Казахстана внутренние ставки на железнодорожные перевозки. Это так, как у нас сейчас внутри союзного государства России и Беларуси. Таким образом, у Казахстана появляется свой личный транспортный коридор, по которому он может пускать свои и чужие товары практически беспошлино. Как следствие, это повышает конкурентоспособность экономики Казахстана, а вдобавок позволяет ЕС избегать российских ограничений на транзит и продавать свои товары в Азию в неограниченном количестве, уплачивая копеечный тариф и за перевозку российской железной дорогой. Напомним, что Россия закрыла для большей части европейских перевозчиков свою территорию и они вынуждены переплачивать посредникам, либо пользоваться услугами российских компаний. Приехав на Евразийский саммит, Касым Такаев начал предлагать руководству Высшего Евразийского экономического совета свою задумку под соусом евразийской интеграции. При этом в этот самый день Такаев высказался, что союз России и Беларуси – это проблема для него, а на предложение Лукашенко вступить в союзное государство ответил в откровенно хамской форме. Владимир Владимирович на все это посмотрел, подумал и публично отказал Такаеву. На ходчивости Путина, разумеется, нужно отдать должное. Можно, конечно, было просто отказать с формулировкой «Россия эта инициатива неинтересна», но президент принял более грамотное решение, разрешив Казахстану возить к себе европейские товары по внутренним тарифам. Но без права использования этих тарифов при экспорте на европейский рынок казахстанских товаров и товаров третьих стран. Во-первых, по этой транзитной ветке мы можем завести интересующие нас самих европейские товары, закупив через казахстанские компании и выгрузив прямо на пути следования поезда у нас в России. Во-вторых, Такаева интересовал свой собственный транзитный коридор и хаб, в котором ему в итоге Путин отказал. Из открытых источников в третьих получился хороший публичный пример для нынешних и будущих участников Евразийского экономического союза. Всем наглядно продемонстрировали, что Евразес – это экономический макрорегион, но никак не лавочка, где абсолютно все хотелки участников будут просто так удовлетворяться. Финны, конечно, очень забавные ребята. Сначала они закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, затем перестали пускать даже своих граждан обратно в Финляндию из России, а после слезно всем пообещали, что никто эти пункты не откроет. Даже целая глава МВД Финляндии, Мария Ронтанин, прислонив руку к сердцу, лично пообещала, что в ближайшее время ни одна мышь через границу не проскочит. А уже через два дня под покровом ночи из порта катки вышло грузовое судно. Знаете куда? В Санкт-Петербург. Причем перевозчиком выступили эстонцы. Самое забавное, что содержание грузов держат в тайне. Понятно, что финны нам продают санкционку, скорее всего промышленное оборудование, которое более чем востребовано в России, с учетом роста обрабатывающей промышленности почти на 10% год к году. Разумеется, что после того, как правительство Финляндии начало сворачивать все торговые связи с Россией, закрывать границы и всячески перекладывать издержки на обычных финнов, они тут же получили кучу серых схем от своего же бизнеса, который уж точно не готов жертвовать доходами ради какой-то там древней шумери. Финны не немцы, их с русскими связывают долгие годы торговли, взаимных поездок и тысячи теплых вечеров между собойщика. Вот и организовали находчивые жители страны тысячи озер параллельный импорт. И чхать они хотели на наставления и бравурные речи своего президента и его свиты, которых англосаксы крепко взяли за полусферы шантажом или подкупом. Но вопрос даже не в этом, а в том, что финские семьи беднеют. Ниже уровень сбережений домохозяйств. Если хотите посмотреть, как живут хваленные европейские семьи от зарплаты до зарплаты, посмотрите на финнов. Их недалекое правительство бросило людей под каток санкций. Так что неудивительно, что они начали придумывать схемы. Знаете, чего больше всего нужно бояться финскому начальству? До того, что им устроят сговорившиеся русские и финны. Они им такой параллельный импорт устроят, мало не покажется. Ни финскому президенту, ни начальнику главной табуретки в Брюсселе. Дайте только развернуться, а там торговля пойдет, как по маслу. Граница будет на замке, усмехаясь пробурчали русские и финские челноки, резво перекидывая контейнеры с санкционкой из самого сердца Евросоюза на берег Финского залива. Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи Росатома и вообще им больше не нужно топлива. Рискованные шаги, иначе и не скажешь, но тут главное, чтобы нас не зацепило. Теперь о том, что же за катастрофа может ожидать Финляндию. Дело в том, что местные власти решили перевести АЭС Лавийса на американское топливо.